А, шоколад? Да, шоколад, фукус, оливки, кисло-сладкий соус, мыло, капучино. Тётя безумно любит капучино. Слушайте, а горячий шоколад не пробовали? Конечно, пробовали. Это же вообще вкуснятина, конечно. Ребёнку не понравилось. Он сказал, мама, дай мне мой шоколад. Я говорю, сын, тогда я заберу себе этот шоколад. Понятно. А какой мой? Горячий. А, горячий шоколад. Горячий шоколад. Всё, понятно. Я сразу брала капучино и... А, капучино и шоколад. Понятно. Кому-то больше что-то, кому-то это. Говорите, не понравилось. Говорите в камеру. А теперь скажите самое интересное про наш, я так понимаю, корм для кошек и собак. Да. Ну-ка, расскажите. Корм для кошек и собак. Своим знакомым я давала пробовать кошку. У одной кошки ей лет 20. Она уже... Долгожитель. Там уже рак. Рак, так, да. Она уже не ест корм, отказывается, только пьёт. Я принесла ваш корм. И получилось, что она сначала бы понюхала, потом походила кругами, потом попила водичку и прямо начала кушать. И мне потом бы звонит и говорит, удивительно, но она кушает. Она уже не ела? Она отказывалась. Уже начала от еды отказать. Сейчас они, ну, не знаю, говорю, обязательно купи, потому что если такая реакция пошла, то нужно продолжать. Кошка и щетка живёт. Мне самой очень понравился этот корм. Как настоящий врач, я пробую всё. Вот. Так. И когда хочется какой-то дряни, я прям чувствую, хочется дряни. Понимаю, что что-то не хватает организму, я беру прям горсточку. А, сами. У нас очень многие люди едят. Прям реально вкусно. А что именно кошачий? Не знаю, почему. Но кошачий прям вкус. Там с травами особая комбинация. Да, там таурин ещё у вас. Да, да. Причём, да. Что ещё по поводу Хэллоу Биф? Да. Я купила, сейчас скажу. На день рождения в мае 17-го, 18-го мы его забрали с годовой. Так. Подарили мне дорогие родственники, я хотела телефон и сказала, нет, никаких телефонов, пожалуйста, купите мне Хэллоу Биф. Они удивились, но купили. 17-го, получается, 18-го мая мы тестируем. Мы так сделаем, чтобы вы не попали в Ка... Просто послушайте. Просто послушайте. Так, ну рассказывайте дальше. Да, да. До мной все смеялись, но в конечном итоге полуправления ветеринарии Московской области пьёт водородную воду. Вот это Хэллоу аппарат. У нас... Кто пьёт? Главное управление ветеринарии Московской области. Ну, многие люди... Многие люди, они у меня ходят на с тобой. Сначала смеялись, потом говорили, что да, действительно, у кого-то начал чиститься кишечник очень активно. В чём ты выражался? Стул. Стали ходить... А ну, что начал ходить? Нет. Нормальный, нормализовался. Был запор, был, да. Да, нормальный. Три раза в день, там, как он должен был изначально, да? Потом у кого-то с кожей улучшилось. Вот у меня лично... А что кожа? Кожа сама кожа улучшилась. А что именно? Прекратилось шелушение. Прекратилась скованность. То есть, кожа расправилась. Вот смотрите, вот ваша кожа, да, и вот моя кожа. Ну, у вас женская, у меня мужская. Не, 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 будут изменения, если, так сказать... Изменения будут. А что ещё? Да, интересно, какие... Вы пока вспомните, а я скажу... Женщин часто беспокоит гусиная кожа на плечах, на наружных поверхностях. Вы знаете, у меня было до Витграсса. После употребления Витграсса... Сок пророского пшеничка. Конечно, конечно. ...трёх лет, вот, не в Витграсс. Три года, причём беременность, я его взяла. Беременность на сыроедении. Огромное дело, вот, кстати. А вы её сыроедите? Ну, беременность, да, практически сыроедение было на 100%. Только в последний месяц мне хотелось венебрета. Очень сильно венебрета не хотелось. И я... Из-за солёных огурчиков. Да. Разрешила сделать ребёнку привет к БЦЖ. О, это плохо. Да, больше приём мы не делаем вообще с тех пор, никаким. Но, это же... А у нас из МГУ, а у нас всё МГУ сейчас, вот эти биологи, женщины, там, в том числе очень старые преподаватели ещё приходили, но все, вот она рассказывала, вот эти хеллоби мои взяли, но видят результаты и берут все. У нас есть один сотрудник, он уже в возрасте. Он в возрасте. А это вам, дорогие друзья, говорю, человек попросил не снимать, это онколог, врач, не буду показывать человека. Сильное. Подтверждает тоже. Он стал бодр, очень энергичен. У него... сон нарублизовался, говорит, что стал лучше спать. И вообще чувствует себя прекрасно. Первый бокал я ему налила, причём, как вы советовали, для усиления эффекта я добавляю... лимонного сока немножечко. Да, лимонного сока, но после, то есть... Понятно. Вода сделалась, и я переливаю, я щелочую, он быстренько выпивает. Ну, органические кислоты они дают щелочную реакцию. Он говорит, сколько не выпью, это нереально. Я говорю, ну как вы не выпьете? Смотрите, я выпью раз, и выпила. Ну, не может быть. Вот как. Ну вот. Потом он выпил раз, потом... А сейчас вот уже четвертую неделю мы пьём. Уже пьют все. Пьют все по часам. Это очень приятно. Я прям здоровых сотрудников... Какой-то бокалов в среднем пьет? Я пью по 6 бокалов. Ну, это как раз... Сотрудники у меня, получается, пьют по часам где-то в пределах четырёх. Ну, четыре они стабильно воспевают, а кто остаётся подольше... А девушка вед врач? Ну... Да, как бы, мы тоже врачи поедем. А, видит, ещё, а тебе ещё интересно, тебе как-то говорили? Что ещё? Ну, вот у меня, допустим, беременность не было, не то, что отёра, вообще ничего не было. То, что говорят люди на обычном питании. У меня мой гинеколог говорил, что если бы я не знала, что ты вегетарианка, тем более, говорит, сыроед, я бы вообще сроду не определила. У меня гемоглобин был по-соскаридам. Ну, а это никак не связано, связано только с аскаридами, как правило, связано. Да, у меня было там за 160 все витамины, я сдавала по скальному полосу. Ну, а по-ска, вот то, что профессор скальный, это да. Да, по-скальному специально, что у меня мама не волновалась. Да, там даже почвы, там, ой, они такие, им все, им витро клиники, все туда несут. У них в нескольких странах клиники, это очень серьезные исследования. Да, да, да. Ну, лучшие в России, я сразу скажу. Я специально вытирала себе волосы из всех мест, сдавала, приносила результаты, вот видишь, я говорю, у меня все, не только по норме, у меня супер, выше норма. Ну, естественно. И беременность я поправилась на 20 кг, ну, гинеколог, который принимала роды, она сказала, если бы все так рожали, я была бы, во-первых, заработаю. Ну, понятно, это кредит. Я знаю, за подробности. Да, первые роды. Старородящие роды. Я вам сейчас скажу. Я вам сейчас скажу. Все факторы риска были на лице. Абсолютно, ставили синдром Дауна. Особенно интересно мне про факторы риска. Смешно, когда раньше норма была, 50-60 лет рожали, и поголовно, мне куча писем, прям по регионам пишут, как на Алтае, прям по деревням. Как в 50-60 лет сплошняком. Нет, рекорд был 73 года, это известная женщина. А 50-60 это просто, есть целые народности. Вот, например, в Латинской Америке, там индейцы, которые 50-60 рожают, там сыроеды, так и есть одно племя. Про это еще один американский врач исследовал, сколько на входе и на выходе, извините, белка. Ну, так сказать, вот, и у них... Да, да, это там они батат в основном едят. Ну, там сладкие, там ноль белка почти, а она, потому что синтез идет бактериями нашими. Но это надо жить, там родиться, пища, ну все, симбиоз в почве. В Москве беременностью провела, я работала, причем в графике я работала с 7 до... В агрессивной среде. Ну, какая нервная работа и стрессы. С вами не вы считаете, вот... Я считаю... Ну, это один из факторов. А ваш шоколад пустой? Да. Просто ваш шоколад с полутора лет, у меня ребенок... Вот, не первый раз я слышал, вот, с полутора лет... Я слышал уже от многих... Раньше у нас есть на камеру, сняли два года, а тут с полутора стали говорить люди, не один. Это вообще, ну, вот понимаете, чем отличается живой продукт от вареного? Надо вот об этом задумываться, глубже. Вот вы представьте, где какао-бобы натуральные, где какао-масло, только сыроедные, живые, тебе без термого, там другая технология вакуумная. Все другие ингредиенты, только сырые вакуумные. И там меланжуры, особая оборудование. Так вот, и уже огромное количество людей про полутора летних. Ну, это... Вы попробуйте купить даже из бутиков, самый дорогой, натуральный, ну, жареный. Что будет с детьми? У меня ребенок. Не жареный, там используется не жареный, да? У нас, конечно, в этом и суть. Там нет этих веществ. 8 лет, были рекорды, вот 8, по-моему, лет, ребенок полкило за раз. Никаких проблем. Я больше скажу, я полкило съедала, потому что мне очень хотелось. Ну, это буквально на месяц. Я съела... Ну, и потом просто не хочется, конечно. И еще, нельзя считать по теории калорийности. Это фитокалории, это вообще другое. Это неправые химики и физики, которые считают... Ну, я съедала, конечно, не за раз, я съедала в течение дня. Слушайте, ну, это... Я ела молочный. Ну, молочный. Тогда был только молочный и горький. У нас молочный, это хит. То есть, я думаю, никого в мире, может быть, ну, я так думаю, нет клиентов, кто берет по 10, 20, 40 пачек по полкило за раз себе домой. Я сейчас приехала, я взяла. У нас очень... Вот, ну, очень много таких здесь у вас пачек. 10 маленьких попробуйте. Да-да-да. Слушайте, а вы новые банановые не пробовали? Я взяла. Это... Я взяла, я ему призову деревню. То есть, во-первых, у нас органические ингредиенты. У нас там 5 сортов какао, которые мы экспортируем с Перу, Венесуэлла, там, с другими. И все делается... Это специальное оборудование создавалось. Это целый, ну, мини-завод. Горький потрясающий. Вот-вот-вот, да, вот так вот. Да? Субтитры сделал DimaTorzok